привет ребят привет мои хорошие утро как бы получилось не самое доброе ну во первых зашел курятник дохлая курица просто лежит вытянулась не расклёбанная ничего просто погибла почему-то это первое начало потом пошел кроликов кормить кролик один загнулся и то есть как оказалось смотрю него лапки в крови похоже тот его кровь снасильничал как бы и что-то там повредил короче кролика тоже не стало ладно это еще не все собачка наша родила родила мертвых щенят так получилось не знаю почему но опять же фишка не самое главное в этом она долго болела это же ее не стало еще вчера умерла долго переживал по этому поводу собаку вообще жалко как дом купил лет 10 наверно так и собака со мной жила бесец короче короче ребят весь день у меня прошел в том что и дальше дочищал вот этот сарай опять же через боль ругать мат но я сделал это дело дочистил сарай сейчас покажу что получилось видите тут прям как ступенька получилось коза можно с парашютом прыгать вот так ребят ну как помните было навалено не знаю тут почти по колено ребят пока белочка там лежит у нас отдыхает временно закрыл вообще конечно там будет нюшка она первая будет рожать тут будет белка жить ну пока пока это так ну и соответственно вот эту площадь всю надо будет вычищать но это уже незначимо короче ребята так день у меня пролетел как бы вообще ни о чем в терзаниях жалко собачку курочку зайчика ну потом как бы забылся работой вроде вроде попустила привет ребят привет мои хорошие сегодня ну как видите такой день классный замечательный пушистый солнечный грех не заняться но как бы наведением порядка продолжим почистим у кроликов просто во дворе чуть-чуть под раскидаем наведем такую красоту что ли неимоверно может не неимоверную так чуть-чуть маленькую красоту роликов что просто видеть они сено рассыпают но легенькая по идее его даже можно просто но в кучку в снести и жечь чтобы даже преть нечему такой ход по второму разу закидывать чтобы они ели осталось у меня всего три кролика ребят один волосатый но его надо убить подстригать его не хочу периодически вон он гад опять распушился не готов остался самец не дееспособный насколько помните и осталась самочка которую дядь мишен самец ну вроде должен был как бы что-то с ней сделать и это все ребят еще одна самка у меня была но она катастрофически катастрофически погибла не знаю как бы почему как так что у козочек порядок принципе на велину в сарае полностью сделал порядок сейчас наводим у роликов ну дальше посмотрим насчет тачки ребят то есть ну . у нас самая говеная она стоит 2 800 3000 металл тонкий колеса не на подшипниках на втулках то есть сразу отломаются там через месяцок металл тонкий принципе просто металл сама чаша сгниет а хорошая . ну хотя бы пятачок то есть алюминиевая чаша вот это который не гниет толстый металл колеса на подшипниках я даже одно время хотел в сам сделать тачку смотрел колеса которые на подшипниках ну для тачки дальше думал сам не на камерах вот эта пористая резина колеса на тачку хорошие колеса 1200 вот и считайте ребят насколько просто приобрести хорошую тачку притом исходя из того что мне ну . 1 год нужно но не считаю целесообразным такие деньги выкидывать по такому потому как ну в принципе еще очень много дел по дому куда можно всунуть пристроить эти деньги которые там действительно важнее в общем вот так почистил у кроликов это такой весенний мандраже один развод сады цветут как бы ну кроликов согласен полностью чистить можно гораздо чаще в принципе что и делаю не раз неделю почаще но то есть как мусор собирается уже до клетки до пола начинаю выгребать но можно соответственно еще чаще ну как то так теперь у кроликов порядок у козочек в сарае порядок надо еще выгони почистить ну как вы и говорили ребят в принципе так и сделал частично то земля которая уже ну как перепрела подпрела раскидал по огороду щас покажу чуть-чуть то есть она еще не совсем перегнила даже не знаю но уже очень похоже на землю вот это уже очень похожую землю на землю я раскидал по роду а то что солома сена вынес на улицу пусть там приед потом уже может быть раскидали по полисадникам по улице или сюда назад в огород о предшествующем видео ребят но о том когда когда чистил укос масса комментариев было очень много полезных и действительно нужных спасибо огромное как бы низкий поклон были ребят ну много меня поправляли короче как бы не так делал не то делал ну ребят не ошибается тот кто ничего не делает ну кроликов очистили ребят то есть там относительный порядок что уже неплохо теперь надо теперь надо убрать вот эти доски это когда еще в кухне полы срывали до сих пор они лежат но как бы выкидывать на на смысла нет тут много интересных досок из которых можно что-либо сделать но и здесь они наверно лежать не должны поэтому их убираем ну и хотелось бы тут у собачки немного облагородить попробуем это сделать собачки уже нет она умерла природа как бы долго отходил долго умалчал ну конечно собака со мной ладно не будем о плохом начинаем уборку показанной нами территории думаю в принципе просто ребят доски в конец огорода перенести этот как в детстве убирал я наверно не только я главное в шкаф запихнуться ну что в комнате визуально не было видно значит это чисто вот примерно и я сейчас буду так убирать переношу туда все это достояние общественности ребят но перенес как бы те доски которые более-менее как кожи нормальные из которых можно что-либо сделать ну в принципе что-либо и сделаю остались такие что что просто тисеть но она прела такие же и доски соответственно соответственно ребят эти доски столбики просто выкидываем закидываем прицеп и вывозим на мусорку нам это не потребно короче а тут как бы разгрузим как раз чистота порядок появится за того что это все уберется хлам перебрали чуть-чуть половина убралась половина в мусор ну что ребят как оказалось вот столько у нас было ненужного хлама который вывезется в мусорку все по-честному в контейнер не где-то там как-то раскидается все будет четенько а сейчас попробуем вот эту собачковую территорию выровнять щебенкой засыпать облагородить все ребят принципе закончил более-менее сейчас покажу распланировать надо было как ровнее ну как всегда без косяков никак и знаете уже когда насыпал щебень ну подумал осмыслил вспомнил надо было под щебень пленку положить чтоб трава не росла ну уже все как всегда смог вспомнить как поздно ну пускай пока хотя бы так уже все равно вроде как получше поприглядней дальше будет видно и сейчас вам покажу ту кучу мусора которая получилась с козами с кроликами совсем всем всем то есть это как бы казалось но маленькая сейчас я подойду она как бы не маленькую по грудь ну то есть вот так как бы мы засрались челука ведь что есть то есть и это еще далеко не все продолжаем кстати ребят думаю надо будочку чуть-чуть обновить то есть она морилкой была вскрыта но не за выцвела на на со временем надо опять морилкой покрасить сейчас покажу то есть видеть оттуда детей красноватая туда светлее 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 светлей то есть то что я делал долгими зимними вечерами давно пришло уже в неходность надо обновить ребят вот и отвез мусор привет ребят отвез мусор все хорошо как бы мусора дома стало поменьше ляпота ляпотища сейчас смотрю на градусник плюс 16 у нас прям тепло кайфу и не хочу на этом пожалуй и закончим сегодняшнее видео ребят всем пока спасибо за просмотр кто дотянул вытерпел всем счастья здоровья и успеха в личной жизни все ваши начинания мечты поползновения что всех как чтобы у всех все было хорошо пока ребят счастья ребят хотел вам еще землю нашу показать чтобы вы поняли ну насколько насколько у нас это все солончак то есть вот смотрите ребят али моя соль вот соль вот ну или вот то же самое то есть где подсохла белая это все соль но тут глина соль не сильно выступила еще не просохла то есть вот такая у нас земля ребят какие нафиг а курсы ну типа того то есть землю мы завозил уже с леса завозил но год другой она вот такая опять становится бесполезно ну и напоследок ребят часть типа подмести двор надо быстро просто вольготно ребят благодать такое ощущение не знаю в детстве родители когда мыли летом как дворы свежесть такая ну или такое ощущение как на морозе просто не высушил а потом лег на них морозом дышится так кайф ну и просто стало чисто тоже неплохо ладно ребят пока еще раз всем всего самого лучшего пока и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok